Здравия желаю. Сегодня повторные замеры произвел. Замерил сначала батарейка. Сначала с одной батарейки замерил. Замерил. И подключил ее на вот этот генератор для зарядного устройства. Далее, значит, в 6 минут заряжалась она. Так. Что в итоге? В итоге. В итоге, значит, она, значит, затратил на зарядку. Ну, вот по счету вот здесь вел через время. Затратил на зарядку вот в итоге. Так. 3,3 ватта. А на колесо замерял. Колесо потребляет 17 ватт. Замерял по счетчику. И поэтому замерял сначала по амперам. Он на 10 раз меньше давал. То есть, по-китайскому не надо мерить. Замерил вот по этому счетчику. Счетчик это производство, сейчас скажу. Венгрия. То есть, в Венгрии это делают на совесть. Это не китайцы. Так. Получилось, значит, в час 17 ватт. А вот время у меня было 742 секунды, крутилось колесо. Вот. Ну, 12 минут. Вот. 12 минут 21 секунду. 742 секунды. Получилось 3,5 ватта, когда делишь на 3617 ватт. На 3600 секунд. А потом умножаешь на 742. Получается 3,5 ватта. А здесь зарядка была 6 минут 3,3 ватта. То есть, получилось с одним, значит, КПД 106 процентов. За счет зарядки, так здесь я поставил, самый, кондер помощнее. Поднялась процент на 15. Ну, естественно, за счет колеса. Махового колеса. Это уже выход. Выход лучи. За счет махового колеса. Маховита. Дальше. А дальше уже метод умножения, значит, уже и эту с этой подсоединил. Перед этим разрядил в ноль. На этом же маховом колесе. То есть, подключаю вот так вот. Видите? Чуть прокрутится. И все, и встало. О, видите? Вот так разряжаю до нуля. Разведил в ноль. Зарядка тут была, значит, На зарядку пошло 40 ватт в час. Итого, за 6 минут 4,03 ватта. Потратил на зарядку. Вот этих двух. Через эту. Здесь потратил 33 ватта. Здесь потратил 3,3 ватта. А тут больше. Но в итоге получил на выходе Получил на выходе. Крутилось оно 26 минут 59 секунд. Также перемножил на секунды. И получил 9,654 ватта. В итоге КПД 239,5%. То есть Результат стабильный где-то 200 или около того. Теперь осталось что? Схема я вам показывал. Тут схема простая. Заряжаюсь вот этим устройством. Сюда можно еще подсоединить. Я попробую. Может будет КПД повысится, подсоединить. Кондеров еще пару. Или большой. Тут на 3300 стоит микрофарад. Может поставить на 10 тысяч. То есть возможно КПД повысится. Но тут это не главное. Главное что при умножении, как я говорил, то есть вот это совпадает. При умножении, когда видите, как бы две батарейки заряжаешь, траты растут только сейчас скажу на сколько процентов. 40 делим на 33. На 20 процентов растут траты, а КПД растет на 239. То есть в итоге КПД где-то если взять с этим. Видите как? То есть траты на 20, а на КПД больше чем в два раза растет. То есть чуть-чуть увеличатся траты, но выход на вот это колесо, выход в два с лишним раза больше. То есть система умножения вроде как работает. Сейчас надо провести значит последнее испытание уже окончательно. Это будет уже подсоединить значит одну батарейку на инвертор так и через инвертор вот этим заряжать. А вторую батарейку поставим на выход. На выход. И дадим нагрузку вот как вот здесь описано 17 ватт дадим нагрузку и должно это значит при том, что она будет работать должно работать беспрерывно и плюс еще допустим даже не 17 ватт то есть если заряжать не по минутам заряжать допустим 10 часов 10 часов то там получится там допустим 500 ватт здесь а там должно получиться 1000 то есть 1000 сюда не войдет значит заряжать 5 часов 4 часа допустим здесь там 300 а здесь 600 будет вот так вот померить это уже будет окончательно получается БГТ то есть 300 отдаем на дальнейшую работу а 300 можем разбирать то есть для этого надо это батарейки это дерьмо надо пару новых батареек тогда окончательные ну это может быть достану и тогда уже окончательные выводы будем делать когда уже не по замерам будет а так уже будет видно так уже будет так уже будет так уже будет